Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сейчас я предлагаю ответить на очень интересный вопрос. Почему люди смотрят на себя в зеркало и нравятся себе больше? Они кажутся себе при этом более стройными, более изящными. И потом, стоит им глянуть на фотографии или еще хуже на видеозапись, они иногда буквально неприятно изумлены. Кто это там? Неужели это я? Да не может быть, я же только что на себя смотрел в зеркало, все не так. С чем это связано? Дело в том, что изображение в зеркале, тот образ, который мы воспринимаем, он, во-первых, мгновенный, во-вторых, он живой, и, в-третьих, мы никогда не видим его объективно. То есть на это изображение наслаивается наше восприятие себя, наше представление о том, что, например, ну вот такая-сякая. Какой-то образ, каким человек хочет быть, да, желаемый образ, он все равно где-то есть, пусть даже неосознаваемый. И поэтому есть искажение, да, такая некая подгонка под этот желаемый образ. Человек может добросовестно заблуждаться. Не потому, что он хочет игнорировать какие-то свои недостатки. Нет, он просто их не видит. А вот фотография — это более объективное отражение реальности, да, то есть это не мгновенно, тем более видео. И это обычно фотографию делает другой человек, ну так же, как и видео снимает другой человек, это немножко под другим углом, под непривычным углом зрения. Это точка зрения другого человека, который замечает, высвечивает то, что обычно мы уже привыкли и пропускаем мимо своего восприятия. Да, это как будто наш фильтр восприятия взломан и поступила новая информация. И вот поэтому мы начинаем иногда с таким большим удивлением, неудовольствием замечать, что, ой, оказывается, тут складка где-то здесь, ой, тут я думал, что красиво улыбаюсь на самом деле, такая рожа некрасивая получилась. Вот такая причина. И плюс еще одна причина есть для большинства людей, особенно тех, ну, кому уже достаточно лет, видеть себя на фотографии, видеть себя на видео непривычно. Потому что развитие техники произошло, ну, буквально последние 5-10 лет, когда фотографии стали массово доступными, видео стало массово доступными. Вот давайте посмотрим наших родителей, особенно бабушек, дедушек, сколько было фотографий в жизни. Фотография выпуска из школы, да, свадьба, рождение ребенка. То есть, там, раз в три года, там, раз в год. А сейчас для многих людей фотография становится обыденным делом, но не для тех, кто привык к тому, что фотография окружает вас всю жизнь. Вот. Поэтому, когда человек сталкивается с тем, что, оказывается, его или ее могут запечатлеть вот в самых неожиданных моментах, ракурсах, к которым человек не готов, он получает вот эту вот шипку, да, противоречие той информации, которая уже в голове есть и тем, что какая она на самом деле вот в реальности есть. Ну, хотя бы тем, как это замечают другие люди. Поэтому бывают такие неожиданные, неприятные, иногда удивительные открытия. Ну, это нормально. К этому можно привыкнуть, с этим можно жить. Вот так.